Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы вспоминаем события, связанные с кончиной двух первоверховных апостолов Петра и Павла. В Священном Писании, Евангелие от Луки, 21 глава, 12 стих, сказано «Возложут на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагогах и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое». И в Псалом 43, стих 23, мы находим такие слова «За тебя умершвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на закладе». Апостолы, конечно же, понимали, что они будут подвергаться жесточайшим гонениям, потому что если пострадал сам Христос, их Божественный Учитель, то они тоже не уклоняются от этих страданий. Если говорить о двух первоверховных апостолах, о Петре и Павле, мы видим, что апостол Петр – это христианин первого поколения, а апостол Павел – это христианин второго поколения. Апостол Петр был самоочевидцем слова. Самоочевидцами слова называли людей, которые видели Христа Иисуса своими глазами, слышали своими ушами и осязали своими руками. Петр был одним из апостолов Иисуса Христа, и мы видим некое преимущество его положения. Он выделяется в Евангелиях по отношению к другим апостолам. И когда Христос вопрошает многих, за всех отвечает Петр. Так, например, было в Кесарии Филипповой. Это 16 глава Евангелия от Матфея. И мы видим первенство апостола Петра и в день Святой Пятидесятницы, когда апостолы исполнились Духа Святаго от лица всей Церкви, Петр благовествует перед жителями Иерусалима о Христе. Апостол Павел, в противоположность апостолу Петру, какое-то время он был гонителем христиан. Когда начинается апостольская проповедь в Иерусалиме после Дня Святой Пятидесятницы, в это время Павел, тогда его звали Савлом, по-еврейски это Шауль, имеется в виду имя, которое транслитерируется в русской Библии как Саул. Дело в том, что апостол Павел был из колена Вениаминова, а в колене Вениаминовым самое популярное имя было Саул, то есть Шауль, в честь первого еврейского царя, царя Саула, который был как раз из этого колена. Когда возникает Христова Церковь в День Пятидесятницы, Павел, тогда Савл, был еще очень молод. Мы видим его при побиении камнями архидиакона Стефана. Он одобрял это побиение, но по малолетству ему не разрешали в этом принимать участие. Он охранял одежды тех, которые метали камни в архидиакона Стефана. Но потом происходит чудесное обращение Саула ко Христу, когда он идет дорогой из Иерусалима в Дамаск, чтобы перенести гонения на христиан из Иерусалима в Дамаск. И у него были письма от первосвященников, которые подтверждали его полномочия как такого иудейского инквизитора. Но Христос встретил его на пути, и он становится апостолом Иисуса Христа, который нам больше известен под именем Павла. В книге «Деяния святых апостолов» все это подробно описано. Надо сразу сказать, что взаимоотношения между апостолом Петром и апостолом Павлом были достаточно сложные. Достаточно посмотреть второе послание Петра, 3 глава, 15-16 стих, где он нелестно отзывается об апостоле Павле, и послание к Галатам, 2 глава, где уже сам Павел немножко нелестно отзывается об апостоле Петре. Но внутренне апостол Павел как бы смиряется с этой ситуацией. Он разграничивал особенность служения Петра и особенность собственного служения. И Павел настаивал на том, что как Петру верено апостольство среди обрезанных, то есть иудеев, ему, Павлу, верено апостольство среди необрезанных, то есть язычников. Этим самым, таким рассуждением, Павел подчеркивал, что на самом деле они не противостоят один другому, а они дополняют один другого. И хотя сложности в их взаимоотношениях были, тот же апостол Петр, второе послание Петра, 3 глава, 15 стих, начиная как бы обличение некоторых верующих, которые отталкивались от неудобо-вразумительного в посланиях Павла, он называет самого Павла возлюбленным, а Господи братом нашим. Так или иначе, но в смерти они оказались вместе. Миссия апостола Петра в Риме, она осуществлялась за Тибром, в Риме за Тибром было поселение евреев, и там как раз апостол Петр совершал свой апостолат, свое миссионерское служение, и очень многие обратились. К началу гонений при императоре Нероне, о которых мы сегодня будем говорить, по мнению историка Болотова, христианская церковь существовала уже 30 лет. Это были труды, прежде всего, апостола Петра, который имел титул римского папы, он первый римский папа. Но Петр основал не только римскую церковь, он основал и антиохийскую церковь. И в антиохийской церкви он имел титул антиохийский папа. То есть он был настоящий отец, который своим благовествованием рождал людей во спасение. Апостол Павел оказывается в Риме по судебным делам, когда против него иудеи воздвигли гонения, он потребовал суда кесаря и был отправлен в Рим. Своё посещение Рима он предваряет посланием к римлянам. Это удивительный текст, где апостол Павел свидетельствует о благодати Божией, о действиях Духа Святаго. Тема Духа Святаго – это доминирующая тема в посланиях апостола Павла. Всего мы знаем 14 таких посланий, что позволило святителю Иоанну Златоусту называть апостола Павла арфой Духа Святаго. Итак, Петровский пост. Мы вспоминаем первые гонения, которые были на Церковь Божию при императоре Нероне. И в Евангелии от Матфея, 5 глава, 12 стих мы находим такой призыв Христа Спасителя. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах так гнали и пророков, бывших прежде вас». Здесь мы видим, что Христос ободряет гонимых христиан, которые преследуются инакомыслиющими или государственной машиной. В Евангелии от Луки, 12 глава, 4 стих Христос говорит «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать». Таким образом, Христос настаивает на том, что эти страдания, которые мы можем подвергаться на земле, они несут временный характер. И известные слова Христа «претерпевший до конца спасется» это тоже наставление христианским мученикам. Само древнегреческое слово «мученик» имеет более глубокий смысл, чем славяно-русское слово «мученик». Славяно-русское слово «мученик» означает просто страдающего человека, а греческое слово «мартирос» указывает на «исповедника веры». Это слово переводится как «исповедник», то есть человек, который своими страданиями исповедует свою веру, чистоту собственных религиозных вероубеждений. Надо сказать, что в античном обществе времен апостолов отношение к самой отечественной религии язычников со стороны самих язычников было скорее скептическое. Существуют пьесы, написанные античными авторами, где они смеялись над своими богами. И в то же время, если говорить о римском язычестве, да, там тоже присутствовал скепсис по отношению к собственным богам, но в римском понимании все, что связано с религией, это еще и порядок, то есть некие такие государственные ритуалы, которые совершенно необходимо делать для того, чтобы подчеркивать прежде всего свою лояльность императору и всему римскому. Почему преследовали христиан? Вот этот вопрос, он достаточно интересный, и мы должны понять. Но прежде всего давайте посмотрим, что в Священном Писании говорится о том, почему и за что нас готов преследовать этот мир. В Священном Писании сказано, желающие жить благочестиво будут гонимы. Обратите внимание, что в этом тексте из Библии не говорится, что живущие благочестиво будут гонимы, а говорится, что желающие благочестиво будут гонимы. То есть само намерение исправить свою жизнь уже привлекает раздражение и гонение со стороны людей, которые никак не хотят исправлять свою собственную жизнь. А если кто-то будет жить благочестиво, того могут подвергнуть и смерти. И вот мученики — это были люди, которые не просто желали жить благочестиво, они начинали жить благочестиво, и это крайне раздражало тогдашнее общество. Это являлось вызовом той безнравственности, которая царила в греческом мире, мире, в римском мире. И гонения против христиан, они неизбежно возникали. Правда, когда мы говорим о гонениях на христиан со стороны римлян, здесь возникает некое затруднение. Известно, что римляне признавали всех богов. Например, когда римские легионы приходили в германские леса для войны с варварами, германцами, первое, что делали римляне, они приносили жертву богам этой местности, то есть богам германцев, подчеркивая, что они воюют не с богами этой местности, а с людьми, которым у них есть какие-то претензии. То есть это был именно суперэкуменизм римский, и совершенно непонятно, почему римляне, которые достаточно спокойно и терпимо относились к разным религиям, более чем терпимо, подвергают преследованию христиан. Со стороны римских властей подвергались преследованию не только христиане, но и иудеи. Иудеи подвергались преследованию за то, что они отказывались почитать римских богов. Но христиан подвергали преследованию и по этой причине, и потому, что само существование христиан бросало вызов римской политике. А римская политика по отношению к разным народам была очень простой – разделяй и властвуй. И когда на христианских собраниях вместе сидели рабы и сенаторы, господа и их подчиненные, евреи, греки, скифы, варвары и все вместе прославляли одного бога, это был вызов римской политике, которая не могла принять христианский универсализм. В свое время известный безбожный философ Людвиг Фербах в своей истории философии в самом начале записал такую мысль, совершенно неожиданную для атеиста. Он пишет, «До появления христиан человека как такового не существовало. Человек мыслился как понятие сугубо национальное. Грек был греком, египтянин – египтянином. И только с появлением христианства появилось представление о человеке как о сыне человеческом с большой буквы». Это действительно был вызов римской политике по отношению к разным народам, разделяя и властвуй. И в то же время христиане объединяли на своих собраниях людей разных национальных, социальных, возрастных и половых групп. И мужчины и женщины сидели вместе на этих собраниях, что тоже считалось неприемлемой с точки зрения римского этикета. Надо сказать, что те гонения, которые мы вспоминаем в связи с Петровским постом, они начинают известные десять гонений, которые были на древнюю церковь Христову направлены. Это прежде всего гонения Нерона, гонения Домициана, Трояна, Марка Аврелия, Севера, Максимиана, Деция, Валериана, Аврелиана и Диоклетиана. Такой счет в понимании христиан основывается с одной стороны на десяти казнях египетских. Египет – это оккультно-языческая цивилизация, и когда христианская церковь появляется в языческом мире, бесы, покровители оккультизма и язычества, как бы воздают верующим людям в меру того ущерба, который Бог нанес египтянам десятью казнями. Но было и другое объяснение. Десять казней такой счет основан на образе зверя, который воюет против Агнца Христа в Апокалипсисе. Давайте посмотрим этот текст. Это книга «Откровение на Богослово», 17 глава, 12 по 14 стих. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства». То есть они еще не появились. То есть когда это писалось, был Нерон и арест апостола Иоанна при Домициане, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час, то есть на короткое время. «Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, то есть со Христом, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные». То есть те, которые со Христом, Агнцем. Вот здесь под личиной зверя из бездны в Апокалипсисе выводится сам император Нерон. Он и есть зверь из бездны. И в то же время он есть предтеча Антихриста. Нерон сам Антихрист, но он предтеча последнего Антихриста, который тоже выйдет из бездны морской пучины. Морская пучина — это образ политического мира, из мира политики, и будет преследовать Святую Церковь. Таким образом, изучая первое гонение, на самом деле мы говорим о последнем гонении, которое будет во времена последнего Антихриста. Я говорю последнего Антихриста, потому что Иоанн Богослов учит, что Антихрист придет, и сейчас много Антихристов, пишет он. Итак, император Нерон, он родился 15 декабря 37-го года от Рождества Христова, и его жизнь оканчивается 9-го июня 68-го года от Рождества Христова. Имя Нерона при рождении Луций, Домиций, Агенобарт, а с 50-го по 54-й и дальше он называется Нерон, Клавдий, Цезарь, Август, Германик. Наиболее известен под именем Нерон, римский император с 13-го октября 54-го года. Он последний император из династии Юлиев-Клавдиев. Очень знаменательная персона это жена императора Нерона, Помпея Сабина, ее официальное имя, божественная Августа, Попея Сабина, дата ее жизни 30-й год по 65-й. Она вторая жена императора Нерона. Она знаменательна тем, в 62-м году Попея встречалась с известным Иосифом Флавием. Он дает о ней весьма лестный отзыв своей иудейской древности. Это книга, которая дошла до наших времен. Он называет ее, Флавий называет ее глубоко верующей женщиной, которая наставляет в иудейской вере своего мужа, императора Нерона. Если отталкиваться от характеристики Иосифа Флавия, то Попея Сабина придерживалась иудаизма, который согласно Талмуду принял примерно в то же время Нерон. Точка зрения Талмуда здесь представляется немножко мифической, но то, что Попея Сабина была иудейка, это очевидно. По происхождению она могла быть римлянкой, но она переживает празелитизм, обращение в иудаизм. Также вот ее иудейские пристрастия, они подтверждаются не только Иосифом Флавием, согласно Тациту, древнеримскому историку, Попея интересовалась иудаизмом и покровительствовала евреям, но однако это ей не мешало держать при себе халдеев, магов, вызывателей мертвых и так далее. причина первых гонений против церкви Христовой это сильный пожар в Риме в 64 году. В этом пожаре обвинили самого императора Нерона, потому что город загорелся сразу с разных сторон. И вот чтобы отвести от себя подозрения, император Нерон по научению своей жены Помпеи Сабины обвиняет в этом преступление христиан. А древние римские историки так описывают это событие, Тацит пишет, в ночь с 18 на 19 июля со среды на четверг 64 года в Риме случился пожар. Вначале загорелись лавки, окружавшие циркус максимус, то есть здание цирка, шесть дней и семь ночей неудержимо бушевало пламя, а последние вспышки затихли только через 10 дней. То есть это был ужасный пожар. Зачем Нерону потребовалось поджечь Рим? Нерон был очень странный человек, мягко говоря, и страшный, и странный. Не имея музыкального слуха, он считал себя великим певцом. Имея кривые ноги, он считал себя великим танцором и выступал прямо на арене цирка, забавляя римлян. Он считал себя великим поэтом и перед сожжением Рима существует такая точка зрения, он писал большую поэму «На гибель в огне древней Трои». Но у него не было вдохновения. И он обратился к своим центурионам с просьбой, он сказал, «Я никогда не видел горящего города, поэтому я не могу вдохновиться на написание этой поэме о гибели в огне Трои». И для него подожгли Рим. Это делали представители власти, а потом в этом обвинили христиан. Вот как отвечает на вопрос о поджоге Рима Гай Светоний. Он показывает и другую причину. Словно ему, то есть Нерону, претели безобразные старые дома и узкие кривые переулки. Он поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать, а житницы, стоявшие поблизости от золотого дворца и, по мнению Нерона, отнимавшие у него слишком много места, были как будто сначала разрушены военными машинами, а потом подожжены, потому что стены их были из камня. Шесть дней и семь ночей свирепствовало бедствие, а народ искал убежище в каменных памятниках и склепах. Кроме бесчисленных жилых построек, горели дома древних полководцев, еще украшенные вражеской добычей, трофеями, горели храмы богов, возведенные и освященные в годы царей, а потом пунических и гальских войн, горело все достойное и памятное, что сохранилось от древних времен. На этот пожар он, то есть Нерон, смотрел с меценатовой бани, наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем и в театральном одеянии пел «Крушение трои». То есть он сразу сочинял сарфы в руках и пел. Но и здесь не упустил он случая для добычи и поживы, объявив, что обломки и трупы будут сожжены на государственный счет. Он не подпускал людей к остаткам их имущества, а приношения от провинции и частных лиц он не только принимал, но и требовал в конец исчерпывая их средства. Вот здесь мы видим действия этого безумного человека, крайне развращенного человека. Известно, что император Нерон, как его описывает Святоний в 12 Цезарях, он вышел замуж, я не оговорился, он вышел замуж за некого вольно отпущенника, который стал его мужем. И была официальная свадьба, со всеми римскими обрядами и ритуалами. Известно, что он любил, когда на него одевали костюм медведя, и он привязанный как бы цепью находился в клетке, туда бросали девицу, и он кидался на нее, совершал насилие, потом туда вбегали какие-то люди и совершали насилие уже над самим нейроном. То есть это был очень странный человек, можно сказать, это был больной человек, но он является именно предтечей последнего антихриста, поэтому то внимание, которое мы ему уделяем, это все неспроста. Скорее всего, и последний антихрист захватит власть в этом мире, сначала он организует не просто поджог одного города, а может быть какой-нибудь ядерный теракт, потом бросится спасать мир, обвинит во всем христианских фундаменталистов, как сейчас обвиняют исламских фундаменталистов, и потом будут осуществлять гонения, последние гонения против церкви. Об этих последних гонениях пророк Божий Даниил говорит «Наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди». Теперь мы посмотрим, что рассказывает Тацит в своих известных аналах, хрониках. Чтобы заглушить эту молву, а молва была о том, что он, Нерон, сам приказал поджечь Рим, «Нерон выставил виновниками людей, которых народ и без того ненавидел». Вот Тацит пишет 50 лет после этих событий, то есть у него были очень точные свидетельства. Нерон выставил виновниками людей, которых народ и без того ненавидел, за их пороки и называли христианами. Основатель этой партии Христос в царствовании Тиберия прокуратором Понтием Пилатом казнен смертью. На первый раз подавленная теперь эта зловредная секта снова появилась и при том не только в Иудее, но и в столице, куда стекается и где громко о себе заявляет все, что есть неестественного и постыдного. Таким образом, сначала были схвачены те, которые себя признавали христианами, а затем захвачено было множество лиц, которых и уличили не столько в поджоге, сколько в ненависти к человеческому роду. Их-то Нерон и подвергал изысканным казнем. И хотя эти люди были виновны, но они возбуждали к себе жалость и сострадание, потому что гибли не для общего блага, а для удовлетворения жестокого каприза одного тирана. Почему историк Тацит называет христиан всеми ненавистными за их пороки? Языческое античное общество обвиняло христиан в следующих грехах. Их обвиняли в свальном грехе, на так называемых вечерях любви. Их обвиняли в ганнибализме, в поедании маленьких детей. Их обвиняли в отравлении общественных колодцев. Вот основные обвинения, которые существовали в языческом обществе по отношению к христианам. Как говорится, не бывает дыма без огня. Почему христиан обвиняли в свальном грехе? Христиане собирались на всеночные службы. Эти службы проходили действительно только ночью. И язычники могли слышать от своих соседей христиан, как христиане говорили, сегодня будет вечеря любви, мы будем собираться вместе. А что такое любовь для язычника? Любовь это секс. Если сейчас 10 человек остановить на улице и спросить их, что они понимают под словом любовь, мы получим 10 разных ответов, включая самые экзотические. Так и античные язычники считали, что христианское вечеря любви это какой-то свальный грех. Почему христиан обвиняли в ганнибализме? Язычники соседи могли слышать от своих христиан, что они пойдут на службу, будут причащаться телой крови сына Божия, агнца Божия. И язычники, услышав это, они воспринимали это в самом грубом виде, что поедают маленьких детей, ни больше, ни меньше. Почему христиан обвиняли в отравлении общественных колодцев? Скорее всего, чин освящения воды у христиан возник очень давно. И если у христианина есть святая вода, наверняка он пользовался возможностью плескануть эту воду в общественной колодезе, из которого берут воду все жители той улицы, где он живет, чтобы хотя бы так его соседи, язычники, приобщились бы к благодати. Итак, гонением против христиан предшествует клевета на христиан, спровоцированная Попеей Сабиной, иудейкой, которая нашептала Нерону, что в поджоге Рима в этом ужасном огненном теракте надо обвинить христиан. И мы видим, как в наше время делается все, чтобы обвинять христиан во всех мыслимых и немыслимых грехах. И как в этот процесс, который предваряет гонение против христиан, чудовищное гонение во Дне Антихриста, включаются все новые и новые люди. В этот процесс очернения христиан во имя грядущих гонений. И вот в аналог Тацита, это 15-я книга, фрагмент 44-й, мы находим описание самих этих мучений. Их умершвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, то есть зашивали в шкуры, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне, поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады, тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде возничьего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И хотя на христианах, пишет язычник Тацит, лежала вина, и они заслуживали самой суровой кары, все же эти жестокости побуждали сострадания к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона. Где-то в это время в христианской традиции возникает практика осенения себя крестным знамением. Как она возникает? Когда начинаются гонения при императоре Нероне, потом были последующие гонения при других императоров, и когда христиан выбрасывали на арену цирка, христиане группировались вместе, мужчины, женщины, дети, старики, начинали петь псалмы. Некоторые христиане начинали проповедовать, обращаясь к людям, которые приходили в цирк ради зрелища. А римское общество, надо прямо сказать, очень ценило мужество. И когда язычники видели мужество христиан, не только мужчин, но и женщин, и дев, и отроков, и совсем детей, и стариков, это производило на них сильное впечатление. И тогда язычники приняли решение вырезать у христиан языки и выталкивать их в таком виде на арену цирка, чтобы даже было непонятно, за что они страдают. Казни подобного рода в римском обществе приговаривали кого? Детоубийц и убийц родителей и беглых рабов. И когда христиане с вырезанными языками оказывались на арене римского цирка, они складывали крестообразно руки, они складывали на груди, над головой, они осеняли себя крестным знамением, складывали, как мы на причастии складываем, они крестились, была разная традиция, пятью перстами во имя ран Христа, двумя во имя Бога человечества Христа и так далее, и так далее. А весь Рим знал, что христиане верят в распятого при Понтие, Пилате Христа. Таким образом, христиане через это знамение веры, крестное знамение, они свидетельствовали о том, что они не детоубийцы, они не беглые рабы, они не убийцы родителей, они страдают за распятого. Петр и Павел, два первоверховных апостолов, они были схвачены. Есть предание, что христианская община Рима, когда начались эти аресты, первые аресты, они поспешили вывести из Рима апостола Петра. Павел, он и так был поднадзорный, он никуда не мог выбраться, потому что он прибыл в Рим под конвоем, это видно из книги Деяния Святых Апостолов, хотя он мог там свободно перемещаться, но его всегда конвоировали. Для римской христианской общины очень важно было спасти апостола Петра, потому что к 64 году уже мало оставалось свидетелей, самоочевидцев, слова, которые рассказывали о Христе, то, что они видели своими глазами, то, что они слышали своими ушами и осязали своими руками. Петр точно был самоочевидец слова, то есть Христа. А проповедь апостолов, как я часто объясняю, она и заключалась в свидетельстве о Христе. Таким образом, если вы хотите почитать проповеди апостола Петра в Риме, читайте Евангелие от Марка. Это и есть записанные проповеди апостола Петра. Марк был секретарем и сработником у апостола Петра. И вот Петр покидает Рим по Апиевой дороге, и вдруг его сопровождал отрок, который помогал ему, он был пожилой человек уже в это время. И вдруг Петр видит видение, он видит Христос, несет крест и движется в сторону Рима. И Петр спрашивает, кама грядеши, куда идешь, Господи? И Христос отвечает Петру, ты покидаешь Рим, я иду в Рим, чтобы умереть на кресте вместо тебя. видение исчезло, и Петр принимает решение вернуться в Рим. И вот сейчас в Риме есть храм, и там специальный такой камень, который обозначает место, где происходит эта встреча апостола Петра с Иисусом Христом. И здесь Петр уже принимает решение вернуться в Рим, и он схвачен властями. Так как апостол Павел был римский гражданин, то его казнили, как тогда считалось гуманным образом, ему отрубили голову. Петр, этот галилейский рыбак, не был римским гражданином, он был приговорен к распятию. Но когда пожилого апостола уже хотели распинать, он попросил римских воинов, центурионов, чтобы его распяли каким-то другим образом, потому что он не достоин быть распят так, как его божественный учитель. Эта просьба позабавила римлян, и они распяли Петра вниз головою. Так окончил свою жизнь галилейский рыбак, камень веры, первоверховный апостол Петр. И Павел, и Петр перед казнью совершали молитвы, обращенные к Иисусу Христу. О чем они молились, мы не знаем. Но нет сомнения, что в этой молитве они просили Господа защитить христиан, которые остаются после их отшествия из этого мира. В этот день мы вспоминаем память этих двух первоверховных апостолов. В этот день мы вспоминаем первые гонения при императоре Нероне против Церкви Христовой в Риме, которые являются прообразом последних гонений, так как сам Нерон является прообразом последнего Антихриста. Известно, что останки Петра были погребены на Ватиканском холме христиане, там с времен императора Константина известно было место его захоронения, то есть христиане знали это место и в первом веке, и во втором, в третьем, в четвертом, в одни Константина, это было зафиксировано в текстах и на протяжении историй церкви это место почитается, в том числе и место казни апостола Павла. Итак, мы вспоминаем в этот день апостола Павла, которого Златоуст называет арфой Духа Святаго, мы вспоминаем и апостола Петра, о котором святитель Иоанн Златоуст свидетельствует. Кто вышел на проповедь? Рыбаки! Что они сделали? Закинули сеть евангельского благоистования и вскоре вся Римская империя была уловлена в эти сети. И в этот день мы сыновей преданностью вновь и вновь восклицаем первоверховные апостоли Петре и Павле молите Христа Бога спастись душам нашим. С праздником! С праздником! С праздником! Продолжение следует...